Президент Украины Пётр Порошенко принял участие в заседании региональной группы МВФ и Всемирного банка. Оно впервые прошло в Украине. Глава государства поблагодарил министров финансов и глав 15 центробанков за последовательную поддержку нашей страны на пути реформ. Наш главный приоритет – борьба с коррупцией. За последние 9 месяцев мы создали политически независимое антикоррупционное бюро. Все благодаря эффективному сотрудничеству с нашими партнерами из США, Евросоюза и внедрению лучших мировых практик. За сутки Украина не понесла потерь на Донбассе, но пять военнослужащих получили ранения, сообщается об одном погибшем мирном жителе. На Луганском направлении боевики используют технику и артиллерию для обстрела позиций украинских военных. Самая напряженная ситуация на Донецком и Мариупольском направлениях. На Мариупольском направлении появилась большая количество провокаций – это 31 обстрел. Найгорячее было поблизости Марьинки. Там банды формирования использовали 82-мм минометы и дважды влаштували обстрелы 122-мм гармат в темную пору добы. Також минометы активно застосовывались боевиками в районах Красногорявки, Павлополя и села Гнутове. Всего враг выпустил на этом направлении 121 мин. Боевики також поселили и в житловые кварталы Марьинки и Красногорявки, внаслідок чего пошкоджены оселы мирных жителей. Характер обстрелев подтверждает информацию украинской военно-развитки, что боевики с ухвалом порушают минские договоренности та переместили забороненное важкое озброєння ближче до лінії зіткнення. На Грибовичской свалке под Львовом продолжились поисковые работы, несмотря на угрозу обвала. Об этом сообщил начальник управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Сергей Дмитровский. Спасатели исследовали уже более 40% завала. При этом есть угроза нового обрушения. В ГСЧС говорят, консультируются со специалистами, которые могут спрогнозировать вероятное обрушение. Но рассчитать это достоверно, невозможно. Накануне спасатели прошли все возможные пути передвижения четвертого пропавшего, который оказался под завалами. Напомним, 29 мая на свалке произошел масштабный пожар. Его удалось ликвидировать утром 30 мая. После произошел обвал. В результате под горой мусора оказались трое спасателей и один коммунальщик. 31 мая нашли тела троих спасателей. По факту обвала нас полиция Львовской области открыла уголовное производство. Сельский совет Великих Грибовичей принял решение о полном закрытии свалки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова